всем привет друзья вы на канале пчелоначинающим с вами я анатолий борисович сегодня у нас 23 23 августа мы находимся в донецкой области и вот сегодня я хочу поставить вот такие вот воротом полоски от клеща работы как бы все закончились по выкачке мед и поэтому уже наступило время бороться с клещом ну не это главное я хочу вам показать а я хочу вам показать результат такого дешевого бюджетного препарата против клеща варва который я использовал поставил месяц назад и вот сейчас с помощью этих полосок я хочу посмотреть есть результат от этого или нет этот препарат и я увидел на канале одного из наших коллег тоже пасечников который показывал но как действует он результат там не был показан и вот я на своем опыте сейчас вот проверю поставлю полоски а завтра утром покажу вам результаты сам посмотрел но перед тем как ставить полоски друзья я расскажу как я месяц назад готовил состав этого препарата для уничтожения клеща главное в этом деле что это вещество совершенно безвредное для этого делается водяная баня берутся такие ингредиенты вот это вот вливается вазелиновое масло ну я его купил маловато конечно всего 100 грамм 100 миллилитров вот на основе этого вазелинового масла делается весь этот состав для уничтожения клеща ну как рассказывал этот наш коллега в своем видео сюда добавляется воск ну брал я в такой пропорции 100 миллилитров вазелинового масла 50 грамм воска и где-то 60 грамм меда все это дело ставилось на водяную баню сначала воск с вазелиновым маслом разогревался до жидкого состояния потом туда добавлялся мед как вы видите ничего здесь вредного для здоровья человека для пчел нет совершенно все природные ингредиенты аптечный аптечное вот это вазелиновое масло для приема вовнутрь на этикетке написано все это разбавляется и скатываются вот такие вот пропитываются холстики затем эти холстики я установил на несколько уликов смысл сводится к тому что вот это вазелиновое масло закупоривает у клеща дыхательные его пути он не может дышать задыхается и таким образом погибает ну так как это так это или не так вот я решил попробовать потому что в том видео наш коллега рассказал что это действенное средство и применяют его очень хорошо за рубежом ну а вот какой результат получился или нет как то в том видео не было видно этого ну вот так вот закрывается этот холстик практически на весь 10 рамочный улей все нормально себя ведет прекрасно себя чувствует под этим холстиком для наглядности положил я еще два-три холстиков два-три улья чтобы как-то проанализировать это все ну как говорят и я в этом тоже убедился хватает примерно на месяц вот этого холстика потом как-то подсыхает высыхает все это выветривается и уже тогда не работает надо менять ну а сейчас мы опять вернемся в наше время и перейдем к полоскам вот это вот она уже можно убрать потому что она стоит месяц или больше даже где-то около этого так это за заставной рамки сейчас есть как-то 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 я их уберу пока для того чтобы поставить заставная доска вот сюда вот сейчас ставлю под низ вот так вот ставим полоски ставим полосочки одну и вторую вот тут вот так и все и завтра проверим результат так поставим сюда поставим одну и вторую листочек контрольный я туда уже поставил под низ ну и все и вот это вот давайте положим она еще вроде бы как не совсем высохла пусть лежит пусть лежит вот так вот сюда сейчас поставим вот так вот вот здесь тоже стояла такая такой холстик пропитанный этим препаратом сейчас сюда полосочки поставим вот так вот сюда вот так вот сюда вот так вот сюда вот так вот сюда вот сюда вот сюда и завтра посмотрим итак друзья прошел день сегодня у нас уже 24 августа и сейчас мы посмотрим результат начинаю смотреть там где не было холстиков там где не было холстиков с вазелиновым маслом ну вон смотрите все усеяно все усеяно клещом думаю видно хорошо да он даже еще ползает так идем дальше смотреть ой 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 смотрите все в клеще полностью здесь холстиков не было так сейчас еще один возьмем тут где холстика не было так ну тут что-то непонятно тут что-то непонятно но холстиков здесь не было ну вот есть клещи вот один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять есть не так конечно как там усыпано но есть пожалуйста так и сейчас посмотрим где месяц стоял холстик с вазелиновым маслом по вот результат клещ сплошным порядком так что этот опыт друзья я скажу с применением вазелинового масла показал что никакой роли не играет не влияет на клеща никаким образом вот одинаково где не было клещи холстиков и вот здесь был холстик то же самое может я что-то не так делал ну вроде бы примерно те же самые пропорции соблюдал но не сыграла никакой роли вот здесь конечно здесь мало по сравнению с этими ну значит просто не была такая заключенность этой семьи ну сейчас посмотрю еще там где я да я смотрел в улях ппу сейчас посмотрю еще вот здесь вот и оставил и там в одном лежаке вот еще вставлял холстик все смысла в нем уже нет в этом холстике что-то не работает эта система с этим вазелиновым маслом ну вот друзья тоже клещ есть ведь вроде бы не так много но есть ну вот еще посмотрим лежак тут тоже был холстик и сюда я положил контрольный листок сейчас посмотрим ну вот тут пчелы уже погрызли тоже есть клещ немного но есть немного но клещ есть ну вот это вот и все вот такой вот результат оказывается данный препарат на основе вазелиного масла не сработал ну по крайней мере вот в данном моем случае не получилось убить клеща этим составом вазелиновое масло мед прополис не сработало у меня ну не знаю как у моего коллеги в ютубе есть этот ролик по моему называется недорогое средство из аптеки как то так не знаю почему у меня не получилось ну все друзья на этом всем всего хорошего пока до свидания ну а